Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Севастополь готовится к длительному отключению электроэнергии. По состоянию на 9 часов утра понедельника переговоры с украинской стороной, которые велись последние двое суток, результатов не дали, отметил сегодня губернатор Сергей Миняйло. В Херсонской области на границе с полуостровом активисты по-прежнему не подпускают к ремонту ЛЭП. Город полностью перешел на собственные, в том числе и резервные источники питания. Сергей Миняйло распорядился оперативно информировать население о графиках верных отключений. К этому часу они сохраняются в том же режиме, что и вчера. Губернатор уточнил о необходимости корректировки графиков с учетом объектов Министерства обороны и здравоохранения, не подлежащих отключению. По состоянию на утро 23 ноября лимит подачи электроэнергии со стороны Крыма сократился с 90 до 80 мегаватт. С 18 часов 22 ноября до особого распоряжения остановлена работа котельных. Продолжают функционировать только 12 для социальной сферы. Директор департамента городского хозяйства Олег Козурин предложил рассмотреть возможность ночных протопок жилого фонда. Температура воздуха сегодня плюс 18. Губернатор также распорядился, пока не ходят троллейбусы, цена проезда в городских автобусах, выведенных взамен, не должна превышать тариф электротранспорта. В настоящее время город изыскивает дополнительные дизель-генераторы для учебных заведений. Контроль за ценообразованием на продукты по поручению губернатора будет усилен. Временные сложности, не время наживаться на горожанах, отметил Сергей Миняйло. На понедельник назначены встречи с основными сетевиками и сельхозпроизводителями. Департаментам районам поручен ежедневный мониторинг ситуации. Мы удержали эту ситуацию. Сложно, но удержали. Мы удержали нашу ТЭЦ, которая при таком скачке напряжения с 23 мегаватт ушла на 8 мегаватт, но мы ее удержали. Службы сработали. Сейчас самая главная проблема одна. В ней их несколько. Первое – это все-таки попытаться как можно ближе войти в график и соблюдать его. Пускай это будет три через шесть или как по-другому, чтобы график соблюдался. И на это со вчерашнего дня направлено одно из направлений работы. Второй момент – это резервное питание котельных наших. Вы услышали на аппаратном, что четыре котельные матрицы, но у них потребляемая мощность большая. Но тем не менее мы их будем протапливать для того, чтобы в случае понижения температуры мы могли вовремя не упустить тепло. Третья проблема – это детские сады. Если со школой у меня сейчас примерно решение уже есть, то это детские сады, которые надо запитать. Четвертая проблема, вы не тоже слышали, это сотовая связь. Но у нас уже решаемая проблема. У нас сотовая связь не рухнула. Мы ее держим на уровне 80%, так же, как и интернет. По поручению губернатора, деньги из резервного фонда города в режиме чрезвычайной ситуации будут выделяться только на закупку топлива и при необходимости приобретения новых генераторов. Черноморский флот по договоренности с городом свои объекты самостоятельно запитывает электроэнергией. Внимание! График гарантированной подачи электроэнергии потребителям Севастополя на вторую половину понедельника, 23 ноября. До 18.00 свет будет в Ленинском районе. С 6 и до 9 часов вечера электроэнергию подойдут в Балаклавский и Нахимовский. С 21 до полуночи в Гагаринский район. Рост преступности в городе за последние двое суток не зафиксирован. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Севастополю Юрий Кашпур. Он отметил, в ночное время усилено патрулирование улиц. Общественный порядок охраняют не только сотрудники полиции, но и добровольные народные дружины и казаки. В связи с отключением электроэнергии и неработающими светофорами на опасные перекрестки выйдут регулировщики. В ночное время с учетом отключения электроэнергии работают патрульные наряды с проблесковыми маяками. Также учтены все моменты по необходимости охраны объектов особой важности и ГТС, и Инкерманская ТЭЦ. Ситуацию по Крыму вчера вечером обсудили в Министерстве энергетики России. На селекторном совещании речь шла о работе резервных источников энергоснабжения, их обеспечении топливом и организации технического обслуживания. Россети и системному оператору единой энергетической системы поручено оказывать всевозможную помощь крымским коллегам. Министерстве пообещали, учитывая введенный режим чрезвычайной ситуации, на полуостров организуют дополнительные поставки бензина и дизельного топлива. Энергомост в Крым будет введен по графику до конца года, независимо от текущей ситуации с поставками электроэнергии на полуостров. Об этом со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака сообщает ТАСС. Энергомост в Крым строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года. Как передает радиостанция Керч-ФМ, строительство в настоящее время ведется без выходных. Проект предусматривает прокладку подводного кабельного перехода через Керченский пролив с перетоком порядка 850 мегаватт. Он реализуется для энергонезависимости Крыма от поставок из Украины. Предполагается, что к 2016 году по энергомосту из Краснодарского края будет поставляться порядка 800 мегаватт электроэнергии в сутки. Эти объемы позволят погасить нагрузку в зимние пиковые периоды, когда потребление возрастает до 1000-1200 мегаватт в сутки. Даже в условиях чрезвычайной ситуации банковская сеть РНКБ будет работать. Об этом сообщил председатель правления Андрей Барсов. Он отметил, значительная часть отделения оснащена дизельными генераторами. Остальные будут представлять финансовые услуги при наличии электроэнергии. Там разместят объявления о местоположении ближайших офисов, работающих в штатном режиме. Принимаются все меры для создания удобства клиентов. В связи с введенными чрезвычайной ситуацией на полуострове РНКБ рассматривает возможность продления графика работы операционных офисов. К другим новостям. На базе Севтелекома появится мобильный оператор. Власти намерены обезопасить потенциальных дольщиков, а для фермеров предусмотрены субсидии на покупку и строительство жилья в сельской местности. Такие заявления были сделаны сегодня на заседании в Доме правительства. Подробности в материале наших корреспондентов. Город совместно с инвестором на базе Севастополь-Телекома намерен запустить мобильного оператора. Постановлением правительства утверждена программа. Анализ рынка показал, спрос будет. Расчетный срок окупаемости до трех лет. По бизнес-проекту уставной капитал города будет 49%. Инвестору предложат вложить 400 миллионов рублей. Выбор инвестора предполагается осуществить путем отбора из поступающих предложений по ранее разосланным, специализирующихся на инвестициях в сфере IT и телекоммуникации организации. Предлагаемый вариант реализации проекта не предусматривает использование средств бюджета. Всего разослано около 40 предложений об участии в инвестор-проекте. Получено несколько положительных откликов. Возможный срок начала предоставления услуг новым операторам мобильной связи в нашем городе конец декабря 2015 года, январь 2016 года. Правительство намерено обезопасить обманутых дольщиков. В законодательное собрание будет внесен проект закона, который поможет потенциальным покупателям жилья не попасться на уловки мошенников. Процедура будет складываться в том, что департамент архитектуры городостроительства будет определять именно такого рода площадку, такого рода объект, оценивать его, соответственно, обеспечивать и утверждать реестр по этой площадке обманутых дольщиков. И, соответственно, будем мы искать механизмы в виде конкурса на определение подрядной организации. Также законопроект будет гласить, каким образом департамент архитектуры и городостроительства будет выбирать и оценивать застройщиков. Фермерам дадут субсидии на покупку и строительство жилья в сельской местности. Сумма более 5 миллионов. По программе в этом году планируется закрыть квартирный вопрос для четырех семей. Фермерам, желающим получить субсидии, с заявками необходимо обращаться в департамент промышленности и сельского хозяйства правительства Севастополя. Данное постановление, откорректированное в соответствии с законодательством, позволит более четко и более правильно распределить средства, выделяемые федеральным бюджетом и бюджетом города Севастополя на приобретение и строительство жилья молодым специалистам и специалистам, проживающим на сельской территории, что улучшит социальное положение работающих на селе. Кроме того, законодательному собранию будет предоставлена новая редакция закона о межбюджетных отношениях в Севастополе. Предполагается, что по ней с нового года муниципальные образования будут получать дотации. Дмитрий Слизовский, Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. В 2015-м Азово-Черноморский бассейн вышел на третье место по добыче рыбы в стране. Об этом сообщили на заседании Совета директоров отраслевых научно-исследовательских институтов Федерации, которое впервые провели в нашем городе. Участники семинара обсудили результаты работы за год и вопросы, связанные с дальнейшим развитием рыболовства в России. На совещании подчеркнули, в 2015-м все отраслевые научные институты страны полностью выполнили план годовых ресурсных исследований. В частности, впервые провели съемку в арктической зоне моря Лаптевых. Кроме того, Федеральное агентство по рыболовству поддерживает развитие Крымского научно-исследовательского института Югни-Ро. Он находится в Керчи около 90 лет, однако при Украине его финансирование прекратилось. На сегодняшний день сотрудники центра возобновили научные экспедиции, в частности, и в сентябре исследователи исследовали Керченский пролив. Также в 2015-м году процент добычи рыбы в Азовско-Черноморских акваториях составил порядка 20 тысяч тонн. Это вдвое больше, чем в 2014-м. По прогнозам, увеличивать его планируют ежегодно на 10-15 процентов. Когда-то в 1990-м году добывалось порядка 40 тысяч тонн. То есть еще есть куда расти. И позволяют запасы рыб добывать, в общем-то, и такое количество. Перспективы большие, особенно по массовым видам, как я сказал, по тюльке, по хамсе. Конечно, мы уже давно должны забыть, что осетровые уже в красной книге, то есть забыть об их вкусе. И, наверное, только благодаря аквакультуре, может быть, через какое-то время мы восполним этот пробел. Вместе с крымскими рыбаками нам удалось, на самом деле, сделать так, что промысел не в 2014-м году, не в 2015-м практически не остановился. Мы решаем оперативно все возникающие проблемы, которые есть, в том числе с погранслужбой, связанные с регулированием промысла, внесением изменений оперативно в правила рыболоса. На этом у меня все. А эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.